Итак, всем доброго времени суток. Сегодня у нас пойдет речь о грациозном герое Фантом Лансер. Это такой, ну, крутой герой. Вообще он такой крутой, брат. Сейчас я о нем расскажу. Его имя Азрай Фарин, короче. И раньше он был рыбаком. До того момента, пока не напали на его королевство, короче. Далее, что произошло? Далее какой-то Вонрон, какой-то, ну, по имени Вонрон, волшебник появился, и он начал выебываться. Заперся в башне, как это обычно было, начал каких-то пиздюков спускать на низ и там выебываться, за всех убивать. У нас отважный Азраев, короче, вооружился пехотинцами, получившимися крестьянами, короче, и побежал в атаку на этого Вонрона, на этого гребанного чародея, Чарокрада, вот. Далее этот Чарокрад, короче, начал выпендриваться, перебил всех его братьев, точнее крестьян от этих людей. И то он остался один, ребят, что вы, как вы думали, он остался один, да. После этого он такой, опа, на, а я не один, меня много. Как он до этого дошёл, сейчас я вам расскажу. Вообще он был один, он побежал, короче, в башню, он вообще, он такой крутой дебил. Скарапался, ну, короче, пробрался в башню через всяких стражников, ловушки, всякую опасность, короче. Потом он взял такой, берёт, как её, вот эту, как её, кинул копьё, пронзил этого чародея, вот. Чародей такой, ооо, я умираю, твоя сила уходит к тебе, моя сила тащит, я уходит к тебе, всё, я умираю. А это такой ланс, что, эээ, бэйби, я получил великую силу. Ну, и потом, после боя он такой посмотрел там, типа, ему казалось, что перед ним стоит его брать, и на самом деле это, они были одеты как он, там, всё такое. Потом он на самом деле уже понял, что это иллюзии, и уже понял, что он может контролировать этих фантомов и быть крутым перцем. И у него большой член, ну, такой подумал, и такой думает, типа, захватит весь мир, а потом подумал, что нахуй-то надо, пойду лучше в доту, буду персонажем. Но так этот чувак и получился. Показатели нашего героя, это 18 атрибутов силы, 23 ловкости, 21 интеллект, атака у него 22 на 44. Урон у него перескакивает от 45 до 67 на первом уровне. Да, на 25 он, дело, доходит до 106 урона, и 100, вот так вот и бывает. Броней у него 3 на начальном уровне, это первый уровень, естественно, на 25 у него 20 брони. То есть, а скорость без всяких ботинок у него 290, то что он немного медленный герой, да, но быстрее, чем инлокер. Способность сплинт лэнс, такая тернюшка, копье он кидает, да, и за спиной нашего противника появляется фантом нашего лансера. Конечно же, с прокачкой нашей первой скиллы у нас расход маны увеличивается, соответственно, увеличится целый урон, замедление передвижения по цели, время жизни иллюзии, и всё. Урон у нас также магический, поэтому я не советую вам на первом уровне качать этот скилл. Советую вам качать всего лишь раз, потому что больше не понадобится, как донайдить крипов или убивать, добивать врагов. ДПВ-лок, отвлекающий скилл. Он позволяет вам войти в полный инвиз, то есть вас не видно, вы убегаете. Также это способность контриться всеми центрами, вардами, гемом и дастами, то есть вас будет видно, если дасты там применят, что такое. Длительность вашего инвиза 80 секунд, кратковеременная. Расход маны уменьшается, соответственно, лучше качать второй скилл, чем первый скилл. То есть на первом уровне у вас, например, 150 монопоинт было, а на втором уровне этой способности у вас уже 120. Также уменьшается кулдаун, и любого другого ничего не увеличивается. Уменьшается кулдаун и монопоинт, расход маны. Третья коста грациозного чувака, это у нас Джак Топос. При каждой атаке Фантом Ансер шансом 12% может создать иллюзию. Эта иллюзия может покалечить на 25%, а урона они получают дополнительного 350%. То есть еще с развителем этой пассивки у вас начинают максимальные иллюзии выпадать. То есть на первом уровне у вас 2, на втором 4, на третьем 6, на вообще на четвертом это уже 8, это вообще уже глобально. Но не будем уходить в подробности, в общем я рассказал. И наконец финальное заклинание нашего сине-желтого друга. Это Фантом Эдж, это наша ульта. Что она дает? Она дает сопротивление к магии, шанс раздвоения иллюзии и бонус к шансу нашей третьей пассивки. То есть было 12% остало, например, 14%. Это вообще круто. У меня вообще пукан бомбит, когда какой-нибудь лансер берет и качает ульту. Мне вообще там не по себе становится и страшно. Теперь у нас помимо этого дает дополнительное сопротивление к магии. Сопротивление к магии это вообще для лансера это даже неплохо, ребят. Потому что диффузы и сопротивление к магии, все, мы любого мага ушатаем. Вот и все. Вроде о скилах я рассказал, а дальше мы перейдем к друзьям и врагам нашего лансера. Наши друзья, это, конечно, Антимейдж и Энигма. Сейчас я объясню, растолкую. Антимейдж у нас с диффузами, мы обеспечим ему место под ульт. То есть он будет... Ну вообще мы будем шагать, он будет сжигать, потом он будет ультовать и всех убивать. Дальше Энигма. Он нам поможет тем, что в ситуации, например, вы остались с Энигма вдвоем. У него есть Блэк Холл, а у вас есть диффузы, например. Вы такие думаете, что мне делать? У него такая откатанная ульта, он такой думает. Ну ультанут нет, ультанов пятерых, вы такие залетаете и оба и херачитесь. То есть за все это время иллюзии прибавятся у вас немало. И в общем у вас большой будет шанс собрать трампагу вместе с Энигмой. И вы будете крутыми чуваками. Ваши же враги, это в первую очередь это акс. И за его крутилки он будет мешать вам создавать иллюзию, то есть убивать их. То есть из-за этих иллюзий он будет еще чаще крутиться, чем обычно. То есть еще чаще уничтожать ваши иллюзии. Поэтому против него вы, впрочем говоря, бесполезны. Даже можно даже собрать против него кое-какую вещь. Но я не буду говорить и озвучивать это. Баунти Хантер и Свардар. Чем они будут мешать вам? Они будут кидать метки, которые будут сидеть и мешать вам. И выявлять настоящего вас, Фантома Ассасина. Ой, Лансера, то есть. Вы не сможете даже уйти в инвиз. Вас видно будет, то есть вас контрить будут. Дум контрит вас ультой. Если он подождет, то пока вы выйдете с инвиза такой и возьмет, ультанет вас, все. Вы считаете, что вы умер, потому что вы не сможете никак убежать. У вас, во-первых, не будет скиллы. Профажи будем первым скиллом уничтожать все ваши фантомы. И ваши иллюзии в том числе. Вам даже не поможет ваша Монту Стайл. Потому что все иллюзии будут уничтожены первой скиллой. Спектра не даст вам подходить к ней просто первой скиллой. Потому что первая скилла, во-первых, замедляет вас. Делает теневую хрень. То есть у вас будет... Вы будете выявляться теневой хренью. Вы будете идти, и у вас остаться следы по теневой хрени. Свен легко бьет целую толпу. Благодаря своей пассивке. Она делает сплэш-атаку. Сплэш-атаку очень помогает против Ланзера на самом деле. Потому что он легко контрится, если у врага Батлфу Юрия. Или какая-нибудь прочая хрень. Просто толпу Ланзера за секунды может уничтожить наш Свенчик. Просто ультанув и включив умом. Ир Шейкер своим эхо и выбросом разнесет вашу кучу иллюзий вместе с Нями. С Нями, с Нями, с Нями. Таким эльфом маленьким, таким тюгреночком. Вас просто разнесут. Дальше я вам расскажу немножечко о моих тактиках. Полезность наших итомов. Дефьюзу Блэйд это арт очень нужен. Все иллюзии удар за ударом будут выжигать маны. За это будут очень удивить вас враги. Всегда покупаем в первую очередь наш Дефьюзу Блэйд. Бабочка ускоряет себя иллюзии. Дает шанс иллюзиями уклоняться, чтобы враги были в лишний раз в недоумении. Кто-то говорил, что этот арт не работает на иллюзии. С какого черта такой вывод? На самом деле он работает. Я проверял. Вот сами попробуйте и не врите. Арчин не позволит убежать врагу с инвизом или блинком. То есть мы кидаем на него сало, а также используем, придаст больше урона с иллюзией. То есть когда мы кидаем на врага сало, у нас иллюзии сильнее кто-то могут по нему. У этого предмета низкий приоритет, поэтому собираем по ситуации. То есть арчих нам по ситуации нужен. Например, саленсера против нас. Какая-нибудь шлюха ещё. Там такой Квин, Пейн, Магина, там не знаю хуйня какая-нибудь. Там Саша Яша и я Алебарда. У нас иллюзии будет шанс атаки замедлить врага. На несколько наших секундочек. С Сашин Яша будет также дополнительная скорость бега в погоню. Ну то есть Алебарда даст живучесть нам иллюзиям. Но и дизебли, дражикерри, чтобы не смогли бить нас в руки. То есть если в вражеской команде, например, Диги, не знаю, как-нибудь ещё Шмара, то собираем Алебарду обязательно, потому что Алебарда прекратит его дамаг. Ещё если у вас там, не знаю, в команде Гем или у вас Гем, то берёте просто и бьёте его, пока он не может ничего делать. Плюс ещё Алебарда даёт по нему замедление. А Саша Яша даёт дополнительную скорость бега. То, что даст вам спокойно догнать кого-нибудь. Мантаста, он даст нам пару лишних иллюзий, чтобы за время их жизни быстрее создать иллюзии и выжигать ману врагов. То есть вам нужна она, чтобы создавать иллюзии, чтобы входить в замесы и инициатором быть. Владимир нам нужен для орб-эффекта. Бампиризм не излишне, продаём угло, если вот есть Тараска. Тараска даст огромную живучесть нам и нашим иллюзиям. Враг будет долго молчиться в поиск настоящего фонсона лансера. То есть смотрите, на начальных этапах вам лучше собрать, конечно, Владимир. Но потом, когда вы, скорее всего, уже накопите на все отличные арты, которые вы уже приобрели, то уже продавайте Владимир и покупайте Тараску. Потому что нельзя эти два предмета совмещать, потому что у них орб-эффект. Также можно собрать МКБ. Поможет для того, чтобы, если они не смогут, никто у нас уклонится от наших атак. То есть наши атаки будут нереальные, нивидические. И дополнительная сто единица от иллюзий, кстати, будет. И поэтому это очень хороший арт МКБ, я вам скажу. Доедал он с криты, будет бить критами. Ну, это же естественно. Криты же, я б твою мать. Чтобы вражеский герой еще больше был в ступоре, тем более в паке Battle Fury, мы будем легко бить сразу толпу героя с большим уродом. То есть, если мы собираем, ну, собираемся их собирать криты, что нам нужно для этого? Вам понадобится, ну, какая-нибудь обувь. Я не знаю. И криты, и потом еще вам понадобятся лебарды. Криты, Battle Fury и лебарды. И диффузы, конечно, надо собирать в любом случае. Потому что это очень хорошо контрящие всех врагов для лансера. Потому что это очень хороший предмет. Собираем его всегда. Вот криты, вот, и Battle Fury, они вообще так стакаются, и так охеренно все делаются. И поэтому собирайте их вместе. Тактика. Обычно в начале игры фантом должен идти на сложную. Точнее, на хард. Так у него есть на всякий случай спасалка Double Elk. То есть, вторая скилла. Поэтому я вообще вам советовал ее качать. Для тех, кто не знает, сложная линия это свет топ, а тема это бот. То есть, внизу. Однако, фантом должен много фармить, чтобы получить изысканный Дифузу Блэйд. Даже антимейдж будет завидовать таким сжиганием маны. Если вы хороший ласт хитер, то идите на легкую и постарайтесь накопить уже к 15 минуте наш Дифузу Блэйд. Если прокачан первый левел Фантом Эйдж или Джакс Птос, то вам нужно идти лес. Лесные крипов будут бить иллюзии, чтобы вы были в порядке на всякий случай. Когда будет какой-нибудь предмет на регенерацию маны, например, в Баттл Фьюри, то пытайтесь при отпушивании его линии почаще пускать спирит луинца на крипов. Тем самым вы будете создавать огромные иллюзии. Итак, ребят, прошел высказать героев, которых вы считаете другом для Фантома Ланцера, потому что я не так не нашел. Я только нашел чувака Магину и вообще Нигму. Это единственный, на мой взгляд, его друзья. Пишите в комментариях, какие друзья у него еще могут быть. Вчера я сыграл за него раз 10 и вообще довольно неплохо получилось. 10 побед и анимация красивая. Но герой и сам хорош на самом деле. Я вам это скажу. И анимация великолепная, повторюсь. И любимый чирар, ну точнее персонаж у большинства людей. А сложность, если у вас команда року это не оставит. Ворды нету саппорта, которые вам помогли бы. И вы новичок, то сложность у вас будет хардовая. Сложно будет за него играть. Так-то нужный герой. Очень нужной команде. Но он много стилит. Он очень-очень-очень бесялый герой. Для любителей керри он понравится. Потому что он стилит как сучка. Он меня бесил все, блядь. Не знаю. Все 10 игр меня все чмырили и орали на меня за то, что я стилил. На самом деле я стилил только в начале. Чтобы раскачаться. В конце я начал убивать всех. И они начали бомбить. Типа потому что я не даю им киллы. Ну ребят, вы что издеваетесь? Я же и так тащу. Зачем вам киллы? Ну вот и все, ребят. Гайд подходит к концу. И я вам решаю сказать, что это один из классных героев доты. Но он гребаный. Гребаная, гребаная, гребаная имба. Потому что на нем легко играть. И я не знаю. Безруких людей, которые не могут за него играть. Это просто пиздец. Это настолько легкий герой. Даже гайд на него такой легкий. Как и не знаю, что обосрать можно. Но это мой первый гайд, ребят. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки, блядь. И комментируйте в записи, кто может быть другом Лансера. Он же такой противный пиздюшонок.